Ситуация провоцирует, с тем надо бороться. Первое правило, элементарное. Вас провоцирует ситуация на ненависть, вот и работайте с этим. Провоцирует ситуация на сожаление и уныние, преодолеваете. Провоцирует ситуация на страх и панику перед будущим, преодолеваете. Провоцирует ситуация на уныние, на плохие мысли, мрачные о своем будущем, преодолеваете. Что такое жизнь? Жизнь – это гомеостаз. Что такое гомеостаз? Это независимость от внешней среды. Чем меньше ваша зависимость от внешней среды, тем больше у вас в жизни. Так вот, внешняя среда вас спровоцирует на уныние. Начали унывать, поддались под ситуацию, будете болеть и умирать. Ситуация провоцирует на уныние, а у вас в душе радость. Вы победили ситуацию. Вы ее преодолеете. У вас гомеостаз усилился. Ситуация спровоцирует болезнь, смерть, на уныние, пассивность. А у вас радость, ни отчаяние, ни уныние. Любовь, где держите, все равно. Болезнь преодолевается. Что такое победить болезнь? Это сохранить любовь, радость и надежду на Бога в любой ситуации. Даже если вы умрете, ваше чувство любви и радости, оно будет перенесено. Вы уже где-то победили болезнь, вы прошли ее. Не всегда загрузка может быть преодолена, если особенно на детей сбросили. Но ваше правильное направление никуда не денется. Оно уже заложено в вашем подсознании, оно будет использовано вашими детьми, вашими родственниками и вами в следующей жизни. Поэтому, чем выше ваш гомеостаз, чем меньше вы зависите от окружающей среды, тем больше в вас энергии, тем быстрее вы победите неблагополучную ситуацию и любую болезнь. Когда мне родной брат сказал, что шанса выжить у тебя нет, у тебя меланома, у тебя метастазы, максимум полгода, я радовался на третий день. Потому что я понял, от моей грусти я счастливее не стану. У меня еще несколько месяцев жизни. Я могу заниматься своей душой, на тело, на мое сознание мне уже наплевать. Я стал счастливым человеком за три дня. У меня даже на стекле анализы поменялись. Так вот, почему еще люди паникуют, когда читают мои книги или смотрят диски? Потому что здесь другая система мышления, когда мы идем к божественной логике. По человеческой логике, вы выпили таблетку, у вас должны пройти все симптомы. Потому что логика таблетки на этой направленности. Заглушить симптомы, устранить внешнее проявление проблем. А у меня совершенно другое направление. Из вас, наоборот, начинает грязь вылезать. Идет ухудшение, обострение болезни. Излечение как раз через обострение происходит. Насколько вы идете к любви, настолько быстрее прочищается душа, и ломки быстрее проходят. Так вот, если у вас проблемы, это не означает, что вы идете не в том пути. Это вам испытание. Если у вас внутренне заложен страх, то вам должно быть так плохо, чтобы из вас этот страх вылез, а вы его преодолели. Если уныние, то у вас будет болезнь провоцировать на уныние. Так вот, насколько вы перестаете зависеть от болезни, насколько вы перестаете зависеть от ситуации, насколько вы начинаете внутренне, ваше чувство любви и радости не поддается окружающей ситуации, не поддается болезни, настолько вы победите и болезнью ситуацию. Это гомеостаз, это любовь к Богу. Чувство любви не должно зависеть ни от чего. Поэтому, что бы ни произошло, какие бы проблемы ни были, что бы на вас ни навалилось, держите любовь, принимайте ситуацию, сохраняйте добродушие к себе и к другим. Элементарное правило выживания. Любую проблему вы сможете преодолеть. Если у вас пошла любовь, вы пошла энергия, то любую болезнь вы преодолеете. Не надо паниковать, не надо унывать, не надо думать, что вы где-то ошиблись и так далее. Вы идете к Богу и к любви, вам Бог поможет. Не отказывайтесь от любви. Рецепт очень простой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok